Если все пойдет по плану, то к концу года у горожан и гостей столицы будет невиданная доселе возможность посетить башню церкви Нигулисты, причем на современном стеклянном лифте. Установить подъемник в церкви 13 века, конечно, задача не из легких, но не только строительные работы в старинном здании проводить очень сложно. Надо еще и часовню привести в надлежащий вид. Проблем очень много, и, как я сегодня в шутку сказала, идея построить стеклянный лифт башни – это та пуговица, вокруг которой шьется платье или даже пальто. Строительство лифта со всей инфраструктурой – еще одна часть, а другая – реставрация и консервация башни в Нигулисты. Конечно, такие работы потребуют больших денег, но сама по себе возможность подняться на башню Нигулисты и увидеть изумительную панораму старого Таллина привлечет к нам еще больше туристов. Но музейные планы на 2022 год не ограничиваются только реставрацией церкви-музея. Например, в марте в художественном музее Куму откроется выставка «Концептуальное искусство из Москвы и стран Балтии». В основе выставки очень интересные работы 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов, которые были собраны в России советского периода, все они из частного собрания американского коллекционера Нортона Доджа. И все эти картины, среди которых немалые работ эстонских художников, сейчас хранятся в Америке, и мы привезем их в Эстонию. Наверняка многих модниц заинтересует выставка музея Адамсона Эрика «Всегда в моде. 100 лет истории дамских сумочек». На выставке можно увидеть сумки, ставшие знаковыми для своей эпохи, а также модели, прославленные знаменитостями. В 20 веке развивался культ звезд. Женщины хотели им подражать. Например, некоторые модели сумочек стали известны благодаря принцессе Диане или Жаклин Кеннеди. Летом посетить дворец стоит тем, кто хочет разобраться в исторических стилях и понять, как отличить классицизм от Боробка и, в свою очередь, от Рококо. Все стилистические элементы в форме прекрасной мебели, фарфора, стекла, то есть прикладное изобразительное искусство совместно будет на выставке стильные вещи. Сейчас невозможно рассказать о всех экспозициях, которые планируются сделать в текущем году. Это и у вертюрок скульптуре «Восточный фарфор», «Балтийский меценат» и его художники, и еще множество других выставок. Лена Туровская, Март Эйнло, Новости Таллина.